Привет, меня зовут Соня Кропоткина, я главный редактор журнала 7 на 7, я из Рязани, и я хотела бы поделиться опытом организации публичных лекций, которые уже с 2011 года проходят у нас в Рязани. Мы делаем их с командой волонтеров, называются они лекции на траве. Наши группа ВКонтакте можно увидеть у меня на майке, vk.com, просто на траве, и я расскажу вообще, как нам все это удалось сделать, как это все функционирует уже несколько лет, и начать, наверное, стоит с того вообще, что это такое, и как это все выглядит. Это выглядит абсолютно так же, как баркэмп, но без микрофона, без палатки, без леса это в городском парке происходит, и делаем это мы каждую летнюю пятницу, каждую-каждую-каждую. Мы сейчас, вот тут есть один из наших волонтеров, и мы, да, сейчас прикинули и выяснили, что мы не пропустили ни одной летней пятницы. Я расскажу, как это все у нас получается. На каждую лекцию к нам сейчас приходят примерно от 20 до 40 слушателей, это сильно зависит от темы, и вообще весь процесс организации я бы, наверное, разделила на две части. Первая — это все, что касается того, чтобы организовать лекцию, и вторая часть — это все, что касается того, как сделать, чтобы о лекции узнали люди, чтобы о ней написали, и чтобы все больше и больше человек приходило. И откуда мы находим деньги на все это. Началось это все в 2011 году, и я придумала этот проект просто потому, что в городе было скучно, и хотелось какого-то интеллектуального движения, каких-то тусовок, где бы можно было поговорить о чем-то классном, настоящем и приятном. Я просто сделала группу ВКонтакте, приглашала туда своих друзей, и пригласила свою преподавательницу с рязанского журфака, чтобы она пришла и прочитала лекцию про историю СМИ. Честно говоря, я думала, что на первую лекцию придут, ну, человек пять-шесть, но их пришло двадцать, и я удивилась и сказала «Ого!». Я поняла, что, наверное, ни у одной меня есть желание хорошо проводить время по летним пятницам, и я подумала о том, что нужно как-то масштабировать этот проект и продолжать. Таким образом, прошло первое лето, когда я приглашала всех своих, наверное, знакомых преподавателей, и все происходило следующим образом. Я на каждую новую встречу создавала просто, ну, встречу именно мероприятия ВКонтакте, звала-звала-звала людей. Потом мне на следующее лето захотелось как-то проект масштабировать, и я подумала о том, что было бы круто, если бы, наверное, мы привозили еще и московских лекторов. «Рязань близко от Москвы», это всего три часа. И тогда я просто взяла и написала не помню какому московскому журналисту, просто написала ему в Фейсбуке, что «Здравствуйте, я Соня, я делаю хороший некоммерческий проект в Рязани, не хотите ли вы к нам приехать? Мы не можем вам гонорар предложить, но зато мы купим вам билет». И я купила на свои деньги ему билет, он приехал, провел лекцию, пришло, наверное, 45 человек. Написали про нас, конкретно про ту лекцию, наверное, все рязанские СМИ. И это было очень круто, потому что я поняла, что проект превратился из чего-то очень локального и интересного, там 15, по сути дела, людям, в что-то такое значимое городское. И я повесила объявление в нашей группе ВКонтакте, что, может быть, кто-то хочет волонтерски помогать нашему проекту. И люди откликнулись. И более того, мне написала одна девушка, которая занималась волонтерским проектом по облагораживанию главного Рязанского парка. У нас есть парк ЦПКО, но он в ужасном состоянии, он заброшен, и все, что делает городская власть с этим парком, она его убирает и никак не развивает площадку, хотя это, на самом деле, потрясающее место там с двухвековой истории. И она предложила, что, чтобы привлечь дополнительное внимание к парку, перенести лекции в этот самый парк. Мы перенесли их из одного парка в другой, и количество слушателей еще прибавилось, потому что к нам стали ходить, во-первых, мамы с детьми, которые очень любят гулять в этом самом парке. И до сих пор, кстати, к нам приходит значительное количество мам с колясками, потому что это все прям вот на берегу пруда, это тихо, это можно сочетать с прогулкой с детьми. И так мы начали возить московских лекторов. Значит, первые два месяца, наверное, я это делала прям вот на свои личные деньги. Благо, что Рязань и Москва очень близко, это достаточно недорогие билеты. Потом я подумала, после лекции Бориса Грозовского, это экономический обозреватель Forbes. Я подумала, что, наверное, пора как-то попросить слушателей финансово поучаствовать в этом. И накануне очередной лекции мы просто сделали объявление о том, что если кто-то хочет поддержать наш проект, если кому-то нравится, то мы часто приводим москвичей, и было бы клево, если бы вы пожертвовали нам сколько считается нужным. Это не обязательно, если вам не нравится, ничего не оставляйте. И таким образом уже три года мы набираем достаточно количества денег, чтобы привозить людей из Москвы практически каждую летнюю пятницу. Мы купили на эти же деньги кресло для лектора, такое обычное туристическое кресло. И, в общем, при необходимости можем оплатить дорогу даже откуда-то подольше, чем из Москвы. Как мы это делаем? С точки зрения организации. У нас есть чатик ВКонтакте, где я и еще, по-моему, четверо волонтеров координируем наши действия. Действия, на самом деле, очень простые. Во-первых, мы приводим в порядок перед каждой лекцией нашу площадку, полянку, где мы собираемся. Мы берем мешки, одеваем перчатки и прям своими ручками все там убираем. В какой-то из годов мы даже там косили, но сейчас отказались от этой практики, и там просто растет трава. Так, потом очень важным организационным моментом является то, где мы храним наш инвентарь. Поскольку до парка довольно далеко ехать, мы не можем себе позволить каждую неделю таскать там кресло. Еще у нас есть табличка такая деревянная, где написана лекция на траве. Еще у нас есть пенки для слушателей, которые не взяли с собой пенки. В общем, это такой довольно большой баул. И мы договорились с коммерческим предприятием, с веревочным парком, который расположен прямо вот в черте этого парка. У них там такой домик, где сидят люди, которые работают в веревочном парке. И мы просто подошли к ним и сказали, ребята, привет, мы тут проводим лекции, а можно мы у вас там будем оставлять кресло? И они сказали, да, без проблем. И таким образом мы решили, значит, вопрос с инвентарем. Нам не нужно его таскать. Достаточно, чтобы перед началом лекции волонтер пришел, взял эти штуки, донес их до полянки там в течение трех минут. Мы все разложили, все было здорово, красиво. Вот. Потом еще важный момент про деньги. Вот. Забыла сказать, что мы не отчитываемся перед нашими слушателями о том, сколько собраны денег. Во-первых, потому что это довольно маленькая сумма. Ну, это там даже не 10 тысяч, не 12 тысяч, не 15. У нас в активе там примерно, ну, тысячи-две всегда. Потому что скидывают нам по 50 рублей, по 100 рублей. И скидывать люди деньги уже начали тогда, когда наш проект проработал два года. И плюс к тому же абсолютно все, кто делают этот проект, это известные в городе люди. То есть мы не просто какие-то там левые чуваки. Мы заняты в достаточно большом количестве других общественных проектов. Это экологические проекты, еще разные проекты. То есть в каком-то смысле мы публичные лица. И наш, наша репутация позволяет нам, в общем, не рассказывать по копейкам, куда мы потратили 2000 рублей. И надо сказать, что нас ни разу об этом не спрашивали. Я думаю, что как только к нам поступит какой-то запрос, там, вроде, я вам оставляла 100 рублей, на что вы их потратили, как прокутили, то мы отчитаемся, потому что, в общем, все у нас довольно, как бы, ну, легко посчитать. Это через сайт РЖД мы покупаем билеты. Ну и какие-то там мелочи типа кресла, это все, конечно, с чеками. Вот. Что потом сказать еще по организации лекций. Мы не согласуем наше мероприятие с администрацией, потому что иначе бы мы зашились. И надо сказать, что к нам ни разу не было никаких претензий. Ой. Единственный раз, когда к нам приехала полиция, это случилось на лекции преподавателя высшей школы экономики, который читал про внешнюю политику России на Ближнем Востоке. И мимо проходил, значит, какой-то, какой-то очень осторожный пенсионер. Он остановился, внимательно послушал, сказал, что все мы тут, в общем, готовим бывые отряды и чуть ли не вербуем. В одну запрещенную российским судом организацию и вызвала полицию. Полиция приехала, взяла просто письменное объяснение с нашего лектора, где он написал, что я принимаю участие в просветительском проекте. И на этом все закончилось, к нему не было никаких претензий. Мы не используем звукоусилительную аппаратуру, потому что это все происходит в очень тихом месте, прямо вот на берегу пруда. И если у человека достаточно громкий голос, а, как правило, все наши лекторы, ну, это профессиональные спикеры, они вполне справляются без микрофонов. Так, как мы ищем спикеров? Это отдельная очень интересная тема. Мы стараемся сочетать спикеров рязанских и спикеров московских. Это важно, потому что мы хотим все-таки оставаться рязанским проектом и поднимать какие-то важные рязанские темы. В основном, весь наш блок рязанских тем касается рязанской истории. Это, не знаю, известные люди, которые жили в нашем городе, это какие-то места. Вот, например, в этом году первая лекция была открывающая про историю рода Живаго, которая имеет большое отношение к Рязани. Вот лекция, которая проходила вчера, касалась итогов 12-летней работы на раскопе в Рязанском Кремле. Презентовал ее археолог. В общем, мы считаем очень важной штукой поддержку вот этих самых местных региональных тем. Что касается москвичей и как мы находим рязанцев, в общем, все ясно, потому что Рязань, она довольно маленький город. И если ты, не знаю, читаешь новости хотя бы в течение полугода, ты примерно представляешь круг людей, которые могут об этом рассказать, какие-то публичные историки. Потом это преподаватели рязанских вузов. У нас довольно много вузов, и мы просто спрашиваем у знакомых студентов о том, кто из ваших преподавателей мог бы прочитать лекцию в таких неформальных условиях, там без аудитории, а прямо на траве, и будет достаточно уверен в том, что это будет круто, чтобы его в пятничный вечер собрались там слушать 30 человек. Вот. Таким образом, у нас были лекции там про, например, Петрарку, про итальянское возрождение и какие-то довольно много еще таких отвлеченных вещей. И москвичи. Москвичей мы тоже в основном ищем из вузов. Главным образом, это высшая школа экономики, по той причине, что я там училась. Я приглашала своих преподавателей. И, в общем, мне ни разу не отказывали. И так к нам, например, приехал очень известный историк Вадим Дамье, наверное, главный исследователь вообще анархизма в России. Таким образом, к нам приехал востоковед и политолог Лукьянов, востоковед и политолог Рогозина, и сейчас вот прямо не вспомню, но еще несколько человек, очень известных в своей сфере и очень компетентных. И в Рязани вот на эти темы просто никто не может выступить так же содержательно и круто. Это было очень интересно. А потом я еще стараюсь приглашать каких-то известных публичных персон, но известных в какой-то сфере более-менее интересной большинству и не слишком попсовой. Ну, то есть, например, у нас был человек, который открыл книжный магазин «Фаланстер» в Москве, независимый издатель Борис Куприянов. Думаю, что, наверное, тут тоже многие его знают. Он рассказывал про библиотеки, про то, как в современном городе быть библиотеком, куда никто не ходит и что вообще с этим делать. И задавали ему много-много вопросов потом по этому поводу. Так, сейчас я посмотрю план лекции. Что я еще не сказала? Да, еще из организационных моментов. Что мы делаем, когда происходит дождь? Мы вообще пробовали несколько раз договариваться с разными площадками. И до недавнего времени это была городская галерея. У нас есть галерея Виктор Иванов и Земля Рязанская. И когда мы понимали, что погода не позволяет нам разместиться на траве, мы просто писали объявление ВКонтакте, что, дорогие слушатели, приходите в галерею. Потом еще есть вариант, мы тоже несколько раз им пользовались. Это кафе, обычное частное кафе. Мы договаривались с владельцами. Мы не платили никаких денег, разумеется. Но те, кто приходили, они, как правило, брали себе, не знаю, чай, кофе или что-нибудь в этом роде. И поэтому и мы оставались довольны тем, что у нас есть крыша над головой. И владельцы кафе тоже как бы были за. Что еще сказать? Очень важно, вот вторая часть, очень важно, чтобы о проекте писали. Потому что очень многие спикеры, когда думают, ехать или не ехать москвичи, они смотрят на примерную степень публичности проекта. И поэтому у нас есть группа ВК, в которой там больше тысячи участников. У нас есть группа в Фейсбуке, потому что москвичи в основном сидят в Фейсбуке. У нас, про нас периодически пишут всякие рязанские СМИ. И я стараюсь все эти ссылки скидывать в группы, чтобы люди, которые думают, ехать или не ехать, они видели, что этот проект востребован городским сообществом, что их действительно придут слушать, и что все это не впустую. Так, мы все наши лекции, кроме последних двух, потому что у нас были трудности, записываем на видео и выкладываем видео в группы для тех, кто, во-первых, не смог прийти на лекцию по тем или иным причинам, во-вторых, это, опять-таки же, очень часто важно для лектора, чтобы они потом это забили куда-то в свой там YouTube-канал или могли как-то использовать в дальнейшем в своей деятельности. И, в общем, это работает. У нас есть канал на YouTube тоже, и у нас там довольно много просмотров. Также мы тоже до недавнего времени, потому что, в общем, фотограф наш родила и сейчас не может себе позволить снимать, но мы делали очень хорошие фоторепортажи с каждой из лекций, вешали это ВКонтакте. Люди ВКонтакте очень любят, когда их отмечают на фотках, где они красивые на каком-то публичном мероприятии, и у Ани получалось снимать их очень красиво. И, в общем, это тоже такая дополнительная штука, которая привлекает внимание, потому что, когда человек отмечает ВКонтакте, это всплывает в новостной ленте у его друзей, и друзья переходят, а что это за группа, а что это тут происходит. И таким образом все больше и больше расползается информация о проекте. И вообще я стараюсь как бы по максимуму на всех площадках онлайн, которые доступны, как-то наш проект рекламировать. Это, не знаю, начиная от того же ВКонтакта, которому уже почти все сказала, заканчивая тем, что я чекинюсь, приходя на каждую лекцию, отмечаясь в Фосквере, оставила там подсказку, там же можно оставлять подсказки к местам, и оставила подсказку к парку, что каждую летнюю пятницу в 19.00 здесь проходит лекция. И эта штука тоже работает. Об этом тоже знают некоторые люди благодаря Фоскверу. И также еще, наверное, важно сказать, что мы пытаемся создать некое сообщество слушателей и вовлекать их, например, в ту же самую уборку полянки. И для этого мы каждое лето делаем закрытие лекций прямо тоже на этой поляне. После последней лекции мы там остаемся и пытаемся как-то тихо и культурно веселиться. И там в одно из лет это по причине холодной погоды было перенесено в офис дружественной экологической организации, экологический Рязанский альянс. И вот это тоже важная штука, о которой хочу сказать, что когда вы делаете такой городской проект, очень-очень-очень важно пользоваться по максимуму всякими синергетическими вещами. То есть если у вас есть площадка типа парка, которой нужно привлекать внимание, и вы знаете, что есть волонтеры, которые делают это отдельно, приходите к ним в парк, пытайтесь там сделать что-то вместе. Если вы знаете, что есть дружественные экологи, предложите им пригласить прочитать лекцию какого-то крутого эколога или воспользуйтесь их площадкой. Потому что в маленьких сообществах чем больше человек имеет привязку и чувство сопричастности к этому проекту, тем больше будет востребован проект, и тем больше он сможет дать. И, наверное, последнее, что я хотела сказать, это то, насколько важно очень-очень тщательно относиться к выбору тем. Когда наш проект стал более-менее популярен, нам начало писать какое-то безумное количество людей, которые предлагали темы, не очень интересные большому кругу людей. Ну, то есть, не знаю, про трезвый образ жизни, про то, как правильно держать великий пост, про, там, не знаю, женские веды. Поэтому в нашей группе ВКонтакте мы очень четко очертили, на какие лекции мы ориентируемся. Это научные знания. Научные знания — это прям вот термин, у которого есть, там, не знаю, ссылка в Википедии. Это люди, которые признаны в профессиональном сообществе или имеют большое значение для городского сообщества. И, в общем, как только мне кто-нибудь, там, очередной, значит, популяризатор женских вед пишет сообщение о том, что можно ли я расскажу, значит, про то, как правильно жить, я просто скидываю ему ссылку на правила наших лекций, и, в общем, после этого вопросы исчезают. Собственно, вот, для того, чтобы люди давали вам деньги, будьте интересными, показывайте вашу вовлеченность... Боже мой, слепни меня атакуют... ...в городскую жизнь, будьте максимально доступными, чтобы каждый слушатель мог вам написать ВКонтакте, и будьте дружелюбными. Вот, собственно, всё просто. Когда люди вам доверяют и видят, что вы делаете хорошие, правильные штуки, с этим, боже мой, не возникает проблем. Может быть, у кого-то есть вопросы? А люди участвуют у вас, это не те же люди, или всё-таки какая-то есть ротация зрителей? Зрители? О, со зрителями очень интересно. Вообще, у нас есть люди, которые ходят, там, не знаю, последние 4 года почти на каждую лекцию, есть люди, которые приходят только на какую-то одну конкретную лекцию, если она им интересна. То есть, например, там, студенты факультета журналистики на лекцию какого-то крутого журналиста. Есть слушатели, которые вообще меня поражают. Например, на последней лекции к нам пришли две очень пожилые женщины, ну вот, прям очень пожилые. Вот, это была лекция, не совсем последняя, про род Живаго. Я стараюсь вообще узнавать, откуда такие люди знают про лекцию, потому что это безумно интересно. Я подошла и спросила, откуда они узнали. Она говорит, вы знаете, у нашей соседки сын живёт в Италии, и он ей из Италии, значит, позвонил и сказал. Приходи, послушай, ну там просто суть в том, что некоторые потомки рода Живаго живут в Италии, и, видимо, это человек, который имеет к нему какое-то отношение, и он, значит, проинформировал своих рязанских товарищей о том, что сходите и послушайте о лекции. Ну, так вот. Ещё что-то? Но анонсы в основном через соцсети, через интернет, да? Да, да. То есть наш официальный канал – это группа ВК и ФБ. Оттуда уже могут забирать разные там СМИ или перепочтать другие группы, или перепечатывать газеты. Но вот та площадка, где организаторы ведут диалог со слушателями – это, да, группа в соцсети. Я по поводу анонсов прокомментировать хотел. Это наш волонтёр Костя. Мне кажется, ну, то есть получается, что лекция проходит в пятницу, и следующая – в следующую пятницу. То есть получается идеальное время анонсировать. Это понедельник. Да-да-да, когда анонс выходит в понедельник, людей собирается много. И соответственно, о том, какой лектор, лучше думать вообще заранее его искать. Потому что у нас были ситуации, когда у нас или лектор слетает, и замену нужно срочно искать, или просто они у нас как-то вот кончились к тому моменту. И получается, что если мы анонсировали как-то в среду, в четверг, всё равно люди приходят, но мы сегодня… Да, но самые стойкие слушатели приходят. Лучше думать на шаг вперёд. И вот прям такой маленький лайфхак. Лучше всегда иметь каких-то примерно двух-трёх запасных игроков, каких-то рязанских спикеров, которые в случае чего не обидятся. То есть вы должны с ними очень хорошо быть знакомы, для того чтобы сказать, блин, слушай, у нас тут слетел там московский спикер, пожалуйста, приходи, потому что, а, и мы не можем отменить лекцию. Но это должны быть реально люди, которые очень хорошо с вами знакомы, чтобы они, ну, не обижались на саму постановку вопроса, что у нас тут крутой чувак не приехал, да. Да, поэтому давайте-ка вы. Да-да-да. А то есть не было ни разу не так, чтобы всем сорвалось нам? Нет, нет, ни разу с 2011 года ни одна лекция не была отменена. Это далось нам непросто. И вот там буквально вот как раз последнего лектора мы нашли за пару дней, как раз этого историка-археолога про Рязанский Кремль, потому что к нам не смог приехать эколог-слевяк. Но он к нам еще приедет. Отслеживали ли вы какие темы пользуются, ну, большим, скажем, интересом? Тема. Ну, не именно вот, например, Живака там, да, или Петрарка, а вот, ну, на исторические темы. Ну, я бы сказала, что, нет, ну, вот прям напрямую политических тем мы стараемся не касаться. То есть у нас не бывает лекции там, почему нужно голосовать за левых. Хотя, как бы не в рамках этого проекта я бы с удовольствием рассказала, почему нужно голосовать за левых. Вот. Нет, у нас нет привязки к темам, у нас, скорее, есть привязка к спикерам. Ну, то есть там, например, на хороших рязанских историков у нас ходят там условно, ну, довольно хорошо, потому что анонсы исторических рязанских лекций репостят все краеведческие группы Рязани. У нас их, как минимум, там, три штуки, ну, довольно больших. И, конечно, очень хорошо ходят на москвичей. Но тут опять, как бы, там, Рязань очень близко к Москве, и нам, и люди, которые приезжают, они приезжают одним днем. Он, спикер московский, приезжает на дневном московском поездке, ведет лекцию и уезжает там на вечернем каком-то проходящем поезде примерно в 10 часов вечера. Это значит, что примерно в полночь он в Москве, и человек фактически тратит там чуть меньше одного дня на то, чтобы оказаться. Но у нас был один лектор, который сказал, что ему, как бы, неохота вообще ехать поздно. И мы... Это был, кстати, тот самый историк анархизма Вадим Дамье. И мы нашли ему, что называется, вписку. У одного из наших волонтеров это частный дом. И, собственно, он поехал туда ночевать после лекции. И там же лекция продолжилась, потому что вместе с ним поехали, значит, все рязанские поклонники анархизма там в количество 15 штук. И примерно до трех ночи у нас была, да, анархическая лекция на рязанской кухне. Но он очень крут. Это прямо один из тех историков, которых можно слушать, ну, вот, действительно бесконечно. Вот так. Кто-нибудь еще что-нибудь спросит? Вопрос финансирования, да, озвучиваешь, что понемножку дают. Получается... Нет, нет, сама нет. Вы вложили свои деньги, да, точно за эти годы? То есть ничего не окупилось от тех финансирований? Ну, я просто не раз, как бы, я не ожидала, что это окупится. Это был, ну, как бы, условно говоря, чтобы привезти московского лектора в Рязани, это тысяча рублей. Тысячу рублей, я не знаю, можно потратить в баре за один вечер, при этом там не получив никакого интеллектуального удовольствия. А можно привезти хорошего спикера, который достаёт удовольствие не только тебе, но еще и всем слушателям. Да, я напомню тебе еще немножко по теме денег. То есть у нас получалось, что мы... Говори громче, потому что люди слушают. У нас получалось так, что мы собирали, ну, какое-то количество денег, и даже получалось чуть больше, чем стоило вот это вот тысяча рублей привезти. И как раз, когда у нас их накопилось там несколько тысяч, мы сходили, купили вот это кресло. Да, купили кресло. Получается, что, как бы, вот по мелочам вроде бы плюс там небольшой, но уже когда собралось несколько тысяч, можно на что-то солидное такое, что проекту у нас какой-то толчок потратит. Да, сейчас мы купили карту памяти, например, для видоса. Сложный вопрос. Скорее всего, это воспринимается каким-то активным городским сообществом, как просто хороший вариант провести досуг в пятницу вечером-летом. Я бы не сказала, что проект имеет какой-то, ну, как бы, дальнейший выхлоп, но он ведь и не задумывался там как нечто грандиозное. Он задумывался реально как приятная тусовка. То есть это очень важный момент. Мне все время, когда журналисты говорят со мной об этом проекте, они все время задают мне вопрос, ваш проект успешен? И он стоит меня в тупик, потому что, ну, успех – это когда ты, фу, достигаешь того, чего хотела достичь. Я хотела, чтобы в Рязани вечером в пятницу было куда пойти. В этом смысле наш проект успешен. Я спрашиваю, что спешен. Я спрашиваю про то, как это сказалось на городе. Например, стали привязаны ли уличные лектории? И стало ли больше вообще беспешных площадок? Нет других уличных лекториев не появилось. Я знаю, что мы же делаем это все как бы автономно от любых рязанских администраций, поскольку там я лично имею сложные отношения с любыми рязанскими администрациями. Но я знаю, что они пытались как-то, значит, сейчас вот этим летом запустить параллельные лектории. И это у них, там, прости меня, любимая Рязань, предсказуемо не получилось, потому что у нас очень криворукие администрации, ну, как бы во многом. И нет, других лекториев не появилось. У нас появились после этого публичные пешие экскурсии по городу исторически. Но, честно говоря, я не уверена, что, ну, как бы это каким-то образом связано. Мне кажется, что это отдельно автономный проект. Хотя вот еще также у нас появился зимний лекторий, но он привязан к галереи. Вот к той самой галерее, где мы проводили наши пятничные лекции в плохую погоду дождливую. Там теперь идут лекции еще и зимой. Но у них несколько другая концепция. Они ведут циклы лекций. То есть там, например, не знаю, про... Было у них три лекции про советскую поэзию Бродского. Было три лекции про Китайскую империю. Что-то такое. То есть это такой формат на цикл. А у нас формат на одну лекцию. Вообще нет. Абсолютно наоборот. Круто выступать еще на площадке, где там приезжают москвичи. Но у нас, кстати, не только москвичи. У нас был спикер из Сыктывкара. Вот он тут в розовой майке. У нас был спикер из Чебоксар. Это исследователь тоже, кстати, анархизма. Конечно, проект отражает там слабости своего проектировщика. И в этом смысле. Да, у нас много анархистов. Это был Михаил Мартынов из одного университета Чебоксар. Он рассказывал о своей монографии научной. Про язык русского анархизма. Так что, да. Так вот. Не только москвичами едиными. То есть у вас мамочки из СМИ слушают лекции про... Конечно. Да, да, да. Но, безусловно, там они более как бы охотно ходят на лекции, которые там связаны с Рязанью или, не знаю, с искусством. У нас, например, самая вообще наша была популярная среди девушек лекция за все эти годы. Это социолог Дмитрий Заяц. Это такой очень колоритный, красивый мужчина. У него была лекция о том, как изменились романтические отношения в городе за последние два века. Да, он специализируется на этой теме. И он, значит, ввел все так достаточно томно. У него из рюкзака торчала бутылка вина. И, в общем, там было 40 барышень, которые очень заинтересованно слушали лекцию социолога Зайца. Да, да, да. Еще вопросы? А были ситуации, когда спикеры говорили, нет, бесплатно меня выступать не будут? Говорили, когда... Были ситуации, когда говорили, нет, простите, у меня нет времени и возможности, но так, чтобы бесплатно, нет, нет. Ну, как бы понятно, что люди, которых мы приглашаем, это люди, которые склонны к какой-то просветительской деятельности в целом. Но это преподаватели вузов или те, кто вообще кучу всего делает бесплатно для городского сообщества. И поэтому, нет. Но спикеры, например, у нас имеют возможность, там, вот та же самая лекция Живага, историк, которую я читала, у нее вообще-то есть книга про... Своя книга, которую она выпустила небольшим тиражом. И она просто принесла несколько книг на лекцию и сказала, ребята, у меня есть книги 150 рублей с автографом автора. И продала их там штук 10, наверное, точно. Что, в общем, для регионального автора клево за один вечер подать 10 книг. Особенно, когда принесла три. Нет, у нас, кстати, были... Нам пытались писать какие-то люди, которые делают стритфуд в Рязани, типа, а можно мы принесем там кофе и пирожки? Я писала, что, ребят, если у вас все в порядке вообще там с разрешением на эту деятельность, конечно, приходите. Но почему-то так никто и не пришел. Но я как бы не вижу в этом какую-то большую проблему, потому что полтора часа можно вполне прожить без пирожков или принести их с собой. Вот так. А вот за пять лет формат не стерпался, да? То есть нет желания, чтобы поменять, обновить, что-то как-то переформатировать? Нет. Нет. Ну, поскольку, как я уже сказала, это просто... Он продолжает отвечать той задаче, которая была перед ним поставлена. Задача никуда не делась. И как бы другое дело то, что я за это время уже переехала из Рязани в другой город. Но там остаются волонтеры. У нас там примерно, ну, пять человек, которые в той или иной степени включены в организацию лекций. Кто-то больше, кто-то меньше. Но там есть люди, которым это нужно и которым хочется продолжать. Три минуты. Последний вопрос. Актив группы у вас? Не вижу, кто спрашивает. Актив группы у вас? Какое количество у вас? Ну, прям люди, которые вот актив-актив, я бы сказала, что двое. Две девушки. Одна из них отвечает за то, чтобы, например, встретить лектора, когда он приезжает на дневном поезде. То есть люди же не знают Рязани. Вот он там вышел на вокзал и что, и где. И мы его встречаем. Не знаю, как правило, у нас очень легкая программа. Мы ведем его в Рязанский Кремль, потом он где-нибудь кушает, и потом мы едем на лекцию. Это как раз бьется по времени с прибытием дневного московского экспресса и началом лекции. Это такая трехчасовая там обязательная программа. И еще один волонтер отвечает за то, чтобы мы сняли все на видео, за то, чтобы мы забрали там из веревочного парка оборудование для наших лекций. И, в общем, так вот все. Ну и удаленно там, конечно, вот примерно, ну, три человека, скажем так, ищут лекторов. То есть мы, каждое лето мы в постоянной переписке со всеми. То есть там, вот сейчас, например, я пытаюсь договориться с публицистом Александром Бауновым, который выпустил книгу в прошлом году «Мефтесин». Он раньше работал на «Слоне», сейчас он научный сотрудник в центре Карнеге. И вот примерно там дня три уже я уламываю его в Фейсбуке приехать. — У вас там пять человек? — Да, примерно пять человек. Но мы не все обязательно прям приходим на лекцию. Мы включены в проект в разной степени. — Как-то друг друга нашли или вы вместе? — Мы просто активисты в разных параллельных рязанских проектах. И вот, как вчера говорили на лекции, когда город маленький, все занимаются примерно всем. То есть я не эколог, но я там участвую в экологических акциях. Не знаю, там Кристина, например, наш волонтер, она занимается вообще-то... Организации поэтических вечеров в Рязани. Но там она приходит и тоже там на экологические движухи и на лекции тоже. Просто потому что город маленький, и людей, которые прям хотят, могут, их не так много. Но мы держимся вместе. — Спасибо вам. — Да, спасибо. — Спасибо.